Ну а многие отдыхающие отправляются на дачу, майские праздники, то время, когда садоводы сажают картошку, морковь, да в принципе все, что, практически все, что есть на участке. Так что сейчас у прилавковых с семенами настоящий ажиотаж, продают экзотические растения, о существовании которых специалисты даже не слышали, что может вырасти из таких семян и чем они опасны, разобралась Валентина Соловьева. Черный огурец и гибрид огурец и помидор. Производители семян говорят, все возможно, нужно только поверить и подождать. И можно сказать, повезло, если вместо долгожданного чуда из неизвестных семян вырастет обыкновенный хрен, а не ядовитый борщевик. Чудеса селекции или инструмент фотошопа? Вьющаяся земляника, которая растет стеной, кусты колонны с абрикосами, груши и черешни. Сочные скидки и даже гарантия, правда, не на результат, только на замену семян. Ведь все эти обещания не что иное, как развесистая клюква. Таких растений на самом деле просто не существует. Я знаю, что упаковка была красивая, яркая, на ней что-то написано было, вот взяли, попробовали, ничего, пусто. В Воронежской области, чернозем, куда казалось, что не брось вырастет, дачник Роман обжегся на помидорах, на супер помидорах. На пачке обещали гигантские мясистые плоды, что выросло в итоге, гадали всем дачным кооперативам. Брали семена, похожие на помидоры, то есть они, в принципе, маленькие, круглые, желтые, но оказалось не помидорами. Естественно, это в пищу вообще никак нельзя было. Я не знаю, что это за растение пошло. Я покупал трижды краснощука абрикоса, вот она стоит, и из трех ноль, ни одной краснощука не было. В дачной лотерее подсчитали в Ростельхознадзоре у покупателя шанс вытянуть пакет с настоящими семенами 50 на 50. Половина семян на рынке подделка или пересортится. Гроздь шоколадная, вот что у меня, какие гроздья шоколадные у меня выросли, вот, желтого цвета. 80% саженцев некачественные. Урожай, который собирают мошенники, штампуя красивые упаковки и выдавая, к примеру, степные травы за морковь прекрасную – десятки миллиардов рублей. Сопоставимо с прибылями производителей алкоголя. Торговля семенами и посадочным материалом – это просто райские кущи. Если он сажает яблоню, он купил яблоню, ему втюхали какой-то сорт неизвестный, так он об этом узнает годы через три или четыре только. Все, через три-четыре года никаких там продавцов, вы уже никому претензий не предъявите. Сертификаты есть. Показывайте. Ну, там очень много сертификатов, очень много документов на каждом товарке. Ну, сейчас они есть для себя, да? Мы не взяли с собой. Мы с собой не взяли. Рейд надзорных органов по обычной ярмарке. Происхождение своего товара не может объяснить ни один продавец. Семена без маркировки или даже просто просроченные спрятать не успевают. Все 18-го года. Вот смотрите. 18-й. 18-й. Это все хотеть сейчас же выбрасываю. Я просто не знала. Дело в том, что по действующим законам продавцам липовых семян проще отделаться штрафом, чем свернуть лавочку. Для физических лиц он 300-500 рублей. Для юридических 5-10 тысяч. А купится за день работы. Во Всероссийском центре карантина растений, через который проходят, как правило, только крупные партии семян и саженцев, предупреждают. Если вы купили пустышку, это еще полбеды. Саженцы могут быть заражены. И даже опытный садовод диагноз растению не поставит. Через частные приусадебные участки, личные подсобные хозяйства, инфекция может проникнуть на производственные участки. А бороться с инфекциями, главный путь только один. Это нужно уничтожать, вырубать материал растительный, то есть растения. Пока деятельность в сфере подделки семян законодательно не отрегулирована, эксперты советуют покупать их только у проверенных производителей с хорошей репутацией. А саженцы в питомниках. Проверить, действительно ли существует экзотический сорт, можно в госреестре селекционных достижений. Он в интернете в открытом доступе. Валентина Славева, Андрей Бакашев, Дальмира Берякова, Юлия Чумакова и Игорь Алексеев. Первый канал.